Приветствую всех на нашем канале. Обзор будет на видео Санвелла. Мама устроила в машине. Как мамка на днях говорила, надо ждать приглашения, а не лезть в наглую к чужим людям. Хитрые такие эти татары. А она теперь получается кто? Кто её звал к этой Алине? Не сама ли она себя пригласила туда? И вообще, если речь идёт о снохе, то лучше нет подарочка, чем жена татарочка. А как коснулась Нади, хитрая татарка. И никто она нам. Никто. Хитрая татарка никто. Надя не подруга, не по возрасту, не учились вместе, не работали. Причём здесь это? Причём здесь это? Санвелл сейчас с людьми, которыми общается. Николай Степанович, этот Юра, Коля, Юля. Он что, с ними учился, работал? Откуда они взялись в его жизни? Просто жизнь свела людей. И они теперь общаются. Хочется спросить. Ну, если вы с Надей никак не можете дружить, потому что у вас разница в возрасте. Ольга Леонтьевна на 10 лет старше. Надя на 11 лет младше. Ничего у вас с этими людьми и женщинами общего нет. Тогда зачем вы лезете в компанию Коля и Юля? Они вам кто? Вы с ними учились, работали. По возрасту они к вам подходят. Странная логика. Не любит баба Таня, когда навязываются. Надо ждать приглашения, а не навязываться. Значит ли это, что ей тошно от самой себя? Такой липучки, как она свет, отродясь не видывал. Мамка, как готовит стирать или убирать, так больная, немощная. Как куда поехать, так впереди паровоза бежит. Такая чистюля, как она постоянно про себя говорит, что даже зубы не почистила в дорогу. Всю машину засмердила. Самый говорит, мама, откуда запах? То ли кот насрал, извините, то ли это у тебя изо рта так воняет. Ну, естественно, он чувствует, что это у матери изо рта. Я зубы не почистила. Едет к людям, еще и с этой Алиной потом целовалась. Мама родная, я представляю, там задохнуться можно. Закрытая коробка, и Самвел едет, и бедный, дышать ему просто нечем. Дыши на ощупь, Севка, твоя мамка любимая. Че тебе остается? А вот люди, которыми она будет встречаться посторонние, вот их жалко. Ну, зато губы она не забыла накрасить, да. Вот лучше бы она потратила время не на покраску губ, а на чистку зубов, на элементарную гигиену. Вот если у человека это есть в привычке, не может он забыть. Он найдет время, он потратит пусть даже, ну пусть несколько секунд он потратит на то, чтобы почистить зубы, но он это сделает хоть как-то, освежить полость рта. А если этого нет, вот поэтому она и забыла. Вот губы она накрасить не забыла, золото напелюндить она тоже не забыла. Едут в квартиру, где ребенок, и опять же такие, ну не нашлось у них времени купить ему чего-нибудь. И в Запорожье, я понимаю, по приезду тоже им не будет времени купить. Вот их там, наверное, по рукам и ногам свяжут, и все. Ну потом, как-нибудь, в эту осень, лет через восемь, мы приедем еще раз к этим людям, и вот тогда, может быть, мы и купим. Такие щедрые, так хотели, так хотели, да хотел не дал. Позорники. Оба причем, оба. Мать такая вумная и начитанная, даже не знает, кто такие сайгаки. Сагайдак, сагайдак на этого кота. Про зону она уже все знает. Теперь осталось подписать ее на канал Дискавери. Пусть узнает, в конце концов, что в мире, помимо сайгаков, еще и антилопы гну существуют. Ну или пусть посмотрит про комодского дракона, он такой же красивый и добрый, как она. Ей будет интересно, и я больше, чем уверена, ей понравится. ТВшка подняла тему. Если бы пришлось выбирать между мамой и детьми, она выбрала бы детей. Самуэл говорит, конечно, все правильно. Я не понимаю этих разговоров. Перед выбором людей никто не ставит. Человек начинает выдумывать, проигрывать в голове какие-то ситуации, давать оценку. Зачем? Дети родные, а мама нет? Дети достойны любви и выбора, а мама, получается, нет? Почему такое отношение к маме? Я сейчас больше, чем уверена, зрители, которые будут слушать этот обзор, они тоже прокрутят в голове такую ситуацию. И те, у кого с родителями теплые дружеские отношения, не согласятся с ТВ. Не согласятся. Я вспомнила героиню древней былины Авдотью Рязаночку. Когда были набеги, хана Батыя, это внук Чингисхана, на Рязань было ужасное уничтожение полностью Рязани. Вот эта вот Авдотья Рязаночка, она, если я не ошибаюсь, уехала по делам в город. И вот в ее отсутствие на город напали монгольские войска, разграбили город и сожгли. Князей, боя рубили и оставшихся живых угнали в плен. Поэтому она пошла освобождать своих соотечественников. И когда он у нее спрашивал, вот здесь у тебя находится у меня в плену брат, твой муж и сын. Кого ты выберешь? Я, говорит, отпущу только одного. Ну и она стала говорить, что она выберет брата. И он спросил, а почему именно брата? И она говорит, ну, муж, он в принципе воин. Он для этого и учился, и защищать свою родину. Но раз попал он в плен, и если ему суждено, скажем так, погибнуть, я не люблю вот это слово суждено, но если так случится, он погибнет на поле брани, я выйду замуж, и у меня будет новый муж. То есть мужа я себе смогу найти. Сын у меня тоже воин. Если с ним что-то случится, я рожу себе другого сына. А вот брата, извините меня, я уже как бы создать и взять, мне будет его неоткуда. И вот он сказал, что вот за такие твои слова учтивые, ты забирай всех, представляете, всех, которых пленили, забирай назад в Рязань, бери себе золото из казны, сколько тебе понадобится, представляете? И она взяла, она взяла этот народ, взяла из золотой казны и привела народ свой назад в пустую Рязань и построила на эти деньги с этими людьми город заново. Можете, да, представьте. И вот таким вот образом, я не знаю, в Рязани, ну, я не знаю, кто-то смотрит меня или не смотрит, у них это все на слуху есть об этой Авдотье. Я еще смотрела передачу с Леонидом Каневскими, когда он рассказывал об этом городе, он говорил, что у них там как-то ходит шутка такая вроде среди местных, а у нас в Рязани грибы с глазами, их едят, они глядят. Правда, почему так говорят и говорят ли на самом деле? Скажите, может быть, правда есть у меня зрители, которые из Рязани, которые знают и про Авдотью, и про вот эти грибы с глазами. Почему так говорится? Я, честно говоря, не знаю. Вот такая былина окровных узок, а эти адамяны друг друга в чайной ложке, готовы утопить. И неважно, кто перед ними, брат-сестра, брат-брата, мать-детей, дети-мать, пофигу. Уже позвонил Ире и с нею обсудил севка слова Эдика, что он сказал, да, я готов, я пойду, потому что у меня здесь семья, я буду её защищать. И рассказала, а здесь у него семьи, получается, нет, да? А это вы ответьте, а есть ли у Эдика семья в лице вас или нету? Он видит и слышит, что его типа семья о нём и о его семье говорит и думает. Смертью сявка угрожает. Приходи, приходи сюда, вот тут мы тебя и закопаем, тут ты и останешься. Пакет не забудь с собой взять. Эдик давно понял, что его семья – это жена и дочки. Возможно, родственники, которые помогали и помогают там, в Ставрополье. А от вас они слова доброго не слышат. Ира такая же, как и мать в этом случае, всё под себя любимую гребёт. А мы, значит, не семья? Что-то я не слышала, чтобы вот эта лицемерка Ирочка на Самвелла как-то пивом дышала и пыталась остановить, что он Эдика и его семью так оскорбляет. А тут ты, смотри-ка, загорелись праведным гневом с понтом под зонтом. Вот в этом отношении Ира мне не нравится со своими двойными стандартами. Пока у Буратинки не было золотых монет, то её не было видно даже на горизонте. А тут постоянно со своим поросячим визгом. Ой, Сёмочка-зайчик, какой ты красивый! Боже, Самвелчик! Фу, гадость какая! Тедик, помни, что у тебя тут семья. А у нас есть свои семьи, о которых мы будем помнить, да? Так, наверное, думают Адамяны из Запорожья, из Днепра. Эгоисты и лицемеры. Больше никто. По-другому я их назвать не могу. Вот только вначале сказал, правильно, что родители выбирают детей. А как опять разговор поднял про Эдика, так таких семей, как у Эдика, у него может быть десяток, ты одну себе организуй с детьми, а потом разбрасывайся со словами, что таких у тебя будет ещё десяток. Детей заведи и тоже скажи, так, чё мне эти дети и жена? У меня таких ещё десяток будет, чтобы я прямо сейчас тут распинался перед ними и заботился. Может, и будут, да не такие уже. Сегодня у Эдика может быть одна жена, продолжает Севка, завтра другая, послезавтра семьдесят седьмая. Да, Эдик, в отличие от тебя, пользуется спросом у женщин. У него это уже вторая жена. А у Севки только такая баба, как Николета. Ну, или как Маринка, или как Надя. Ольга Ангел, Юля вот эта из Киева. Вот это твой уровень женщин. Всё, других возле тебя вообще никогда не наблюдалось. Семья его там, вот пусть он там и сидит, говорит Севка. Так Эдик и сидит. К вам он не захотел переезжать, как бы вы его не уговаривали. И квартиру вы ему предлагали. Всё, не захотел. Ну, так, знаете, чисто для, ну, вроде бы как, я подумаю, подумаю. Но он прямо говорил, куда? Дети учатся. Сейчас им что, переучиваться на другой язык? Зачем это нужно, вот эта головная боль, головоморока? Вы об этом ни о чём не думали. А Эдик думал. Рот на Севку открыть нельзя, говорит. Ещё чего не хватало, чтобы Эдик обо мне плохо говорил. Это когда мамка сказала, ты на Эдика чего только и как только не сказал, как хотел. А вот он про тебя, слово худого. И вот он сказал, он ещё чего, он будет про меня плохо говорить. Ты смотри, какой барин. Ты за своим ртом и за своими словами смотри. А вот как научишься, будешь советы Эдику такие давать. А так же пока что, свой совет себе посоветуй. Ютуб, говорит, меня научил молчать и думать, что я говорю. Плохой ученик из тебя получился. Мать жалуется, что полночи не спала после той трансляции. А потом, чего у тебя рот покривила, мама? Что-то совсем, по-моему, с тобой нехорошо. Эдику, говорит, скажи спасибо, мать. Вот скажу, позвоню и ему скажу. При чём здесь Седик? Тоже мне нашли, извините меня, взрослого мужика. Они сейчас будут ему рассказывать, что ему можно говорить, что ему нельзя, что нужно, что не нужно. О чувствах он ваших будет заботиться, да? Не слишком ли вы много на себя берёте? Слишком вы балака поднялись? Смотрите. Рождённый ползать летать не может. Поэтому, как бы ни пытались взлететь и считать себя птицами высокого полёта, увы, не дотягивайте очень сильно. Сделаю здесь паузу, потому что видео было целый час и говорили о многом, о разном. Поэтому увидимся с вами во второй части. Я надолго с вами не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова